С приходом весны на полях Славянского района закипела работа. Аграрии приступили к севу яровых культур. На сегодняшний день уже засеяно более 40% запланированных площадей. Задачи по проведению весеннеполевых работ на этот год, а также итоги прошлого года, обсудили на совещании при главе района. По итогам прошлого года агропромышленный комплекс Славянского района принес прибыли в 1 миллиард 760 миллионов рублей, из которых почти полмиллиарда рублей в виде налогов поступило в краевую местную казну. Благодаря хорошей погоде и использованию современных технологий в отрасли растеневодства по многим показателям удалось добиться высоких результатов. В прошедшем 2018 году валовый сбор зерновой культур в зачетном весе составил 434,9 тысяч тонн, что на 16,8 тысяч тонн больше 2017 года. В том числе риса – 3,2 тысяч тонн, это плюс 27,6 тысяч тонн к уровню прошлого года. Валовый сбор суи превысил 34 тысячи тонн. Общая площадь многолетних насаждений в районе достигла 2727 гектаров. Есть развитие и в отрасли животноводства. В Славянском районе удалось сохранить поголовье скота. А хозяйство Приволье и Приазовское уже многие годы занимают лидирующие позиции по производству молочной продукции. По отрасли животноводства. На текущий момент времени в хозяйствах района содержится 3661 голова крупного рогатого скота. Из них коров – 1181 голова. За прошедший год произведено 12 219 тонн молока. Наибольший вклад в рост молочной продуктивности района внесло ЗАО «Приазовское», где за год получен надой 8239 килограмм. Прибавка продуктивности составила 715 килограмм на каждую корову. В этом году аграрии надеются сработать не хуже. Уже посеяно более 21 тысячи гектаров озимых культур. Сейчас приступили к севу яровых культур, в том числе риса, под которым будет почти 46 тысяч гектаров. Хорошим подспорьем для сельхозников являются государственные субсидии. В прошлом году на поддержку аграриев по всем направлениям было направлено свыше 245 миллионов рублей. В этом году субсидирование будет продолжено. Что касается мер государственной поддержки растеневодства в текущем году, на садоводство будет выделено 60 миллионов рублей. От рисоводства в этом году получат 240 миллионов рублей. Средства будут направлены в том числе на подачу и отвод воды. В 2019 году растеневодам будет оказываться несвязанная поддержка в размере 370,6 миллионов рублей. На застрахованные площади производства семенного картофеля, семян овощных культур открытого грунта, кукурузы, подсолнечника и сахарной свеклы. На возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, обеспечивающих увеличение производства этих культур и семян. Обсудили на совещании и вопросы пожарной безопасности. Главный государственный инспектор Славянского района по пожарному надзору Юрий Орлов еще раз обратил внимание руководителей сельхозпредприятий на запрет сжигания травы на полях. На законодательном уровне вам запрещено выжигать какие-либо камыш, стерню, пожарные остатки, которые остались. Перед заселиванием колоссовых, это уже именно по примеру хлебоуборочными, должны быть опашка и окосы в 4 метра. Значит, должны быть это проверить, пожалуйста, комбайн. У нас каждый год горит два комбайна. Почему горят? Потому что система пожаротушения не срабатывает в них или ее отключают. Комбайнеры не знают действия в случае пожара, они просто теряются и все. Отдельно остановились на вопросе санитарного состояния сельских угодий. В частности, речь идет об амброзии. Это карантинное растение должно своевременно и регулярно уничтожаться. Подводя итоги совещания, глава района Роман Сенеговский поблагодарил собравшихся за их нелегкий труд и пожелал удачного аграрного года. Анна Монастыренко, Игорь Иванчугов. Программа «События».